Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить башню фатальную Темной Королевы. Сегодня у нас будут боссы на сотом бою и будет две попытки на то, чтобы их одолеть, что, скорее всего, не получится, так как даже на боссов 80-го боя у меня ушло три попытки. Вот если бы у меня ушло две попытки, да, на 80-й, мне там повезло с Джаксом, то у меня было бы три попытки на сотый. Скорее всего, сегодня я бы его прошел. Ну а так... Так, убираем автоигру. Это я один играл в обычную башню. Обычную башню мы с вами уже прошли. Осталось пройти фатальную. По снаряде все также достаточно печально, то есть есть зелень, и то не очень высоких слияний. И две нулевые синие карточки, тринкет и броня, которые мне, в принципе, пока не нужны особо. Но будем надеяться, что нам сегодня что-нибудь выпадет. Шанс этого, конечно, весьма мал, но мало ли, как говорится, мало ли. Так, пойдемте дальше. Следующий у нас кто будет? Кесси, Терминатор, Соня. Окей. Так, пойдемте дальше. Так, ну поехали, разберёмся. Такая, знаете, плотненькая, я бы сказал. Так, ну защитник у нас не пробивается. Да, и у них здесь, видимо, стоит ограничение на ярость, то есть повышенное окопление сил. Нифига себе, у тебя здоровья, конечно, подруга. Точнее, не здоровья урона у терминатора дофига. Так, ты у нас уже никуда не уйдёшь. Ну, а лучше её ушатывать базовыми атаками. Блин, придётся использовать спецприём, а повезло, что терминатор её не спас. Опять же. Давайте сменим все носа быча, так как скорпион у нас запрещён, и заюзаем второй спецприём. Здесь главное не попасть выше 90%, чтобы... Ага, ну пойдёт сейчас второй спецприём, как я понимаю, опять же. Блин, много урона наносит терминатор, конечно. Да хватит уже это делать, а? Алё. Ещё и заморозки никакие не прокатывают. То есть, пассивка Саб-Зиро. Ну, не пассивка Саб-Зиро, пассивка его снаряги на ручей Куалена. О, нифига себе, сразу шестое слияние на Тиару. Отлично. Это уже неплохо. Уже, по сути, сегодняшними попытками я доволен. Но посмотрим, может что-нибудь ещё дропнется в дальнейшем. Ещё не выложил, кстати, видосы за предыдущие попытки. То есть, там у меня ещё 8 видосов залито на канал. Вот я как раз ждал времени вечера, чтобы они успели обработаться. Я их только вечером дозаливал. И после того, как запишу сейчас этот видосик, пойду выкладывать. Как же им везёт, что их пробой блока не пробивает. Это просто капец. У них там что, снаряга что ли какая-то стоит на сопротивлении пробоя? Почему он не пробивается? Здесь у них повышенное накопление силы из-за... Ну, не накопление, а повышенное количество силы в начале матча из-за пассивки этого Скорпиона порождения Ада. Я думаю, здесь даже первого спецприёма должно хватить. Причём, неважно, сколько урона. То есть, дал него сопротивление критам, но у него уже мало здоровья оставалось, поэтому... Тут, в принципе, ничего сложного. Но самое жёсткое нас, соответственно, будет ещё ждать в дальнейшем. Так, поехали пока бить Ронина Кенши, Ханзо и Шинека. На сотый бой, по-моему, дают случайно алмазную карту. Либо же случайно алмазную карту или чё-то ещё. Надо будет посмотреть, чё нам там выпадет. Ну, опять же, я не уверен, что сегодня удастся посмотреть, потому что у меня будет всего две попытки на то, чтобы одолеть боссов. И не факт, что за две попытки я справлюсь. Конечно, я могу взять там кого-нибудь Сайрекса в отряд, Скорпиона, Ниндзюцу вместо Саб-Зиро и Джейд. И, типа, попытаться пройти всё-таки за две. Но, опять же, это надо переставлять снаряжение, менять персов. Чё ещё делать? И ещё мы потеряем выживаемость у Скорпиона, то есть его не будет бафать Саб-Зиро, плюс не будет работать всякое там истощение и так далее. Нам придётся чисто бить просто первыми спецприёмами, но... Наверное, я не буду таким заниматься. Сколько получится попыток, столько получится. За две, может, и не пройду, пройду за три, за четыре. Ну, я надеюсь. Можно, кстати, попытаться снарягу поставить башенную. И попробовать с снарягой башеной пройти. У нас есть просто уже шестого слияния снаряжения башеной. Может быть, мне его поставить? Я вот думаю. Я увеличу и выживаемость, и урон, но потеряю в критах. И нанесение урона с критов. Потому что придётся заменять этой снарягой штык, скорее всего. Зелёные шмотки, они же обычно тринкеты, да? То есть аксессуары. Их на место оружия особо не поставишь. А пробоем блока и жертвовать неохота, как и молотом гнева. Они слишком уж сочные. Во-первых, пробой блока, если заменять, то заменять на какой-то там, я не знаю... Сосуд крови Скарлетт, который даёт пониженный шанс пробоя блока. То есть не 45% как револьверы, а там 25... Ой, 35. А на матчах это может очень сильно сказаться. Особенно если я там не пробью босса, а он меня пробьёт в ответ. Это будет очень неприятно, и мне могут просто Скорпиона вынести за секунду. Пока не знаю, в общем-то, опять же, посмотрим. Надо сначала поглядеть на боссов, на их снарягу, а там уже делать какие-то для себя выводы. Хм. Метка не сработала, но ничего страшного, забьём его так. Через базики. Но пока что бои максимально простые, тут никто особо ничего мне не может сделать. Ну, давайте первый за юзу, почему бы нет. Опять же, лёгкая победка. Так, награда. Награда опять, видимо, нет. Ну, кто бы сомневался, конечно же. Хм. Отправляемся с вами на следующий бой. Чёрный Дракон Кано, классика Мелина, классика Эрмак. Окей. Самое интересное, конечно же, начнётся только после сотого боя, когда на противниках обычных даже начнётся появляться снаряжение. И, соответственно, ещё и боссы будут после сотого гораздо сильнее. Я думаю, что на 120-м нам дадут... ...прифигеть, скажем так. Хотя, мне кажется, мне и на 60-м уже дали прифигеть, то, что я не прошёл с первой попытки. Представляю, что будет на сотом бою. Учитывая, что на 60... Ой, на 80-м я уже потратил, по сути, на боссов 3 попытки. Это очень много для такого низкого боя. Я понимаю, конечно, что я не использую снарягу, и поэтому у меня ещё идёт... Ну, в смысле, не вообще снарягу не использую, я не использую башенную снарягу. Но мне нет смысла её пока использовать. То есть она у меня низких слияний, я ничего особо от неё не получаю. Но, с другой стороны, вот опять же, как я говорил, снаряга зелёная повышается до 6-го, 7-го слияния, и уже можно более-менее использовать. То есть, по сути, я штык могу заменить на... ...увеличение урона базовое. С тринкета вот этой фигней. Пассивка, конечно, у него достаточно мусорная. Вот это вот при блокировании, уменьшении урона. Вот, ну, кому это интересно. Такая себе фигня, конечно. Чисто просто брать её из-за пассивки в виде... ...увеличения урона и здоровья. Ну, падает самый мусорный из всех зелёных предметов. Чаще всего он мне... По-моему, самый крутой это как раз-таки... Да, блин, я случайно заговорился и... ...получил по лицу Джонни Кейджа. Да, блин. Тиара это, по-моему, самый мусорный из зелёных предметов. По крайней мере, до десятого слияния. На десятом я не помню, что она даёт. Сок, по-моему, самое клёвое. Потом яблоко идёт. Но, опять же, фиг его знает. То есть, надо смотреть. То есть, что из этого топ, что не топ. Тиара. Ну, то, что вот я заметил, многим падает эта тиара чаще, чем сок или яблоко. Ну, да ладно. Было бы хорошо, что вот до того, как я дойду до боссов, если бы мне выпал Эпик. Выпал Эпик. Было бы прям замечательно, чтобы я мог уже нормально так втаскивать по противникам. Враг воскрешается. Вот это неприятное ограничение, конечно. Эй, какого чёрта? Почему он мне перебил атаку мгновенно практически? Так, давайте мы его добьём, пока с него метка смерти не спала. Да господи! Пробой блока не работает. Нифига не работает. Чё за фигня? Ну, смотрите, ни один пробой блока не сработал сейчас. Да неужели? Капец они жирные. Чё они не дохнут? Чё им так мало дэмэджа вносится? Блин, он же сейчас сменится 100%. Ну, да. Причём вот этот вот огонь, он тебя отталкивает, и сразу же люкан переходит в контрнаступление. После этого. О, метка смерти, братан. Ну, сочувствую, чё я могу сказать. Если, правда, у меня удастся сейчас его добить. Но вроде бы удалось. Да. Ну, слава тебе, господи, пробуй блока, ты начал снова работать. А бог огня люкан разве является старшим богом? Ну, скорее всего, да. Я думаю, он и мастер единоборств, и старший бог два в одном. Потому что на него тоже, как вы видели, криты не работали. А это значит, что пассивка Кенша, которая распространяется только на старших богов, на него тоже работала. Так, следующий. Следующий. Next. Вот это вот. Так, поехали. Следующий бой. Или подождите. Или у нас на боссов будет три попытки. Я мог ошибиться в своих подсчётах, и, может быть, даже три попытки на боссов у нас будет. А как я так неправильно посчитал? Хотя, зная себя, я всё время могу ошибаться там в чём-то. У меня память дырявая, вообще. Такс, поехали. О, нифига себе у них силы, кстати, заметили? Дофига просто. И это не только пассивка Кудзини, это чё-то ещё, видимо, работает. А чё ты не стал использовать-то, братан, на первый спецприём, либо второй хотя бы? Странная тема. Вроде дофига силы, а он ничего не сделал. Он чё, хотел накопить рентген, так это ж почти невозможно в его ситуации. Странная тема, ну ладно. Так, следующие, следующие куски мяса, я готов отбивать их. Я готов их отбивать. Ну, смотрите, у нас пять попыток, то есть 98-й, 99-й, это две. И на боссов у нас остаётся ещё целых три. Так мы можем за сегодня пройти сотый бой, по сути. И сразу получить награду за сотый. Было бы неплохо. Ну, опять же, там не должны быть особо сильные противники, чтобы за три пройти. Просто там реально могут быть очень серьёзные противники, и нам 5-4-5 попыток понадобится на то, чтобы их развалить. Может и стоит пожертвовать критами и надеть на своих персов какую-нибудь снарягу, чтобы побыстрее выносить, побольше с базовых атак урона вносить. Да вообще в целом. То есть повысить урон в секунду, но понизить шанс на криты и урон от критов. Тем более, заменив один предмет на криты, мы не очень сильно потеряем в критах. То есть там всё равно будет 75% примерно шанс на крит. Но понизится сам урон от критов, потому что мне придётся штык менять, скорее всего. В этом минус, конечно. Здесь у них сопротивление урону, поэтому в основном мы урон наносим только через спецприёмы. От базовых атак он мизерно идёт, как вы видите. Попаду крэшингом? Да, изи. Он сразу понял, что попал крэшингом, ещё когда у него стал 1% здоровья, и он не умер. Просто если бы я не попал крэшингом, то он бы просто умер, и мне не пришлось бы смотреть, сниматься. Так, 4700 пойдёт. Ну, я специально целился на крэшинг, чтобы уж точно добить противника. Так, давайте восстановим энергию персонажа. Ну и пойдём с вами на 99-й. Последний перед боссом. Точнее, даже не боссом, а боссами. Их там 100% будет 3 штуки. Надеюсь, что они будут не очень жёсткие. То есть, не какие-нибудь там уклоняющиеся боссы, типа Джейд или Джейсона. Надеюсь, что там не будет Синдал там какой-нибудь. Ну, в общем, самых таких неприятных, которые могут как-то пассивками своими влиять на бой очень сильно. Ну, посмотрим. Блин, вот почему-то Рейдена тоже не всегда пробивают в начальной атаке. Видите? О, ну, наконец-то, господи, хоть последний удар сработал. Так, до свидания, Рейден. Так, пошёл ещё один пи... А, ну, это ваншот. Это было быстро. Окей. Так, ну и что ж, внимание. Чё там у нас за боссы будут? Ща посмотрим. Так, ну, конечно, монеты. Кто бы сомневался, ровно 500 душ, кстати, у нас. Забавно. Ну, кто там у нас по боссам-то? Я готов. На самом деле, не совсем. Сейчас я посмотрю снарягу ещё свою. Ну, конечно, Синдал. Конечно же, блин, Синдал, ещё и Шаукан. Кровобомба, не разрушая снаряжение, время и мунте длительному урону. Окей. Сейчас посмотрим на снарягу, на свою и на их. Так, смотрим сначала на их снарягу. А потом уже делаем выводы, нужно нам использовать свою или нет. Джексофон десятого, здравствуйте, мантия шестого. Ну, хотя бы не десятого. Первое слияние эпик на последнюю затяжку звезды рестлинга и веера. Но у неё слабая защита. То есть мы, в принципе, быстро убьём. Главное, не давать ей себя атаковать. Дальше у Синдал второго слияния проклятый кнут. Неплохо. Первое слияние эпическая броня. И десятого слияния праздничной маской злой сестры. Также гребень десятого, её родная снаряга. Ну и шелкана нулевой эпик опять... Не нулевой, первое слияние эпик. Эпик на здоровье. Первое и второе эпик на урон. Ну, знаете, по сути... По сути... Можно, конечно, поставить снарягу, но можно и не ставить. Давайте посмотрим по статам. Какие же... Сколько добавляет у нас уже шестое слияние нашего предмета? Так. Новые. Вот, у меня есть, в принципе, ядовитый фрукт. Ослабление и увеличение урона от ослабления. Но это открывается только на десятом слиянии. То есть фрукт, он хорош только на десятом слиянии, как я понимаю. А вот кровавая мэрия, она, по-моему, хороша. Да ведь сразу даёт увеличение урона, ещё и исцеление даёт на десятом. То есть у неё такой крутой бонус на десятом слиянии. Может, он только килет от второго спецприёма. Но у него неплохой бонус стартовый. Она даёт 31% увеличения урона. А вот тиара у меня самого высокого слияния даёт 52% увеличения урона и 104 бонуса к максимальной здоровью. Но пассивка у него начальная, достаточно трэшовая. Урон, получаемый от всех так, при блокировании уменьшается на 26%. Опа! На десятом слиянии такой средненький бонус. Ещё у нас есть праздничная маска злой сестры, которая позволяет неизлечимость накладывать. Ну вот я не знаю. По сути, единственное, что имеет смысл поставить эту кровавую мэрию, но у неё очень маленький бонус к урону. Всего 31%. Хотя, я даже не знаю, вот штык разве что изменить, но тут 40% бонусу крит удара. А здесь 13% увеличения урона, то есть гораздо хуже. Наверное, знаете, я не буду ничего ставить, то есть у меня, видите, ни одной снаряги не стоит ни на одном персе. Башина именно этой башни. В принципе, сама по себе вот китана, которая у нас первым стоит противником, она должна очень быстро отвалиться. То есть, как мы видим, на ней слабое снаряжение на броню. То есть, четвёртое слияние плащ и эпик первого слияния, это маленький запас здоровья ей даст. Плюс у неё пассивка не вкачана. У Синдал, конечно, пассивка на фулл, и у Шалкана тоже. И Шалкан и Синдал, вот они будут жирными, мы их будем пробивать долго. Причём у Шалкана ещё и шлем. То есть, у него будет прям дофига здоровья. Но избивать его будет просто. То есть, постараемся что-то сделать, я думаю, поехали. Главное убить первым делом китану. Чтобы она не хилила своей пассивкой ни себя, ни своих союзников. То есть, желательно от неё избавиться в самом начале матча и хотя бы первую попытку потратить на то, чтобы её убить. Так как у неё вот этот вот плащ не десятого слияния, поэтому она не должна уворачиваться от спецприёмов. Плюс пассивка этого плаща на неуязвимость работать не будет, если она не сменится. Если противник не сменится на неё саму. Плюс если мы её убьём, её пассивка не будет лечить её союзников больше никогда. Так, пошёл первый. То есть, нам очень важно её сейчас просто добить. До того, как она сменится, соответственно. Ой, не попал, не попал я. Крэшингом это очень плохо. Да, вот почему это плохо, блин, зараза такая. Успела смениться. Ну ладно, будем избивать шалкана. Какой вариант у нас. У него есть второй спецприём. Блин, опять себя промазал крэшингом. Вот из-за таких вот проблем, да, я могу проиграть. Так, у меня срабатывает бессмертие. Ещё один второй спецприём. Блин, он меня убил и сработала пассивка грёбаной китаны. Она его отсилила. Вот это неприятно. Благо, что у неё пассивка не прокачена. Её хил работает недолгое количество времени. Но всё равно неприятно. Да господи, чё я крэшингами всё не попадаю никак? Наконец-то попал. Ну блин, видите, у меня сбивается комбо через-за кровотечения. Мне просто повезло, что сейчас шалкан не успел смениться. Ну, если я его завалю за первую попытку, тоже будет неплохо, в принципе. Ну да, убил. Убил я его. Долбанное кровотечение, господи. Какая бесячая фигня. Неплохо урона, конечно, это завалил. Блин, они просто отхилились там. И опять она их отхиливает, серьёзно. Ну и на фу... Господи, какая ты бесячая свинья, а? И шалкан там тоже на фул, наверное, сейчас вылечится. Благодаря грёбанной пассивке, грёбанной вот этой... Прошмандовке. Ах! Горит у меня реально уже. Просто... Им просто везёт из-за пассивки вот этого грёбанного кровотока меняться. Они бы иначе никак не успели смениться, если бы, блин, не эта пассивка кровотока. Которая мне сбивает комбо, и они в этот момент могут смениться. Ну, конечно, у шалкана фулл хп, блин, я ничего не снял, хотя я его почти убил. Эта сволочь сменилась на последнем, по сути, хп. И восстановила себе всё здоровье. Понимаю, чё. Ааа, сука, как же сгорело у меня. Вот суки вообще, блин, вот суки просто, я не знаю, к чё ответить. Грёбанное воскрешение ещё от Саб-Зирова, блин, ну это просто жопа. Это реально жопа. Может Саб-Зиров вообще нафиг выкинуть из отряда для этого боя? Да не, не хочу менять ничего. Просто, ну, ну, вы видите, да, то есть урона почти нет. Грёбанное кровотечение, вот этот удар, который наносится во время кровотечения, он так руинит, это просто капец. Он просто руинит. Он позволяет им смениться, они вступают в бой, начинают наносить свои спецприёмы. Убивают моего скорпиона, он воскрешается и срабатывает пассивка грёбанной. Китаны дня мёртвых. И она просто всех отхиливает на фул. Я не знаю, как она отхилила всех на фул, хотя у неё первого уровня, а там хил должен длиться буквально секунду три. Но нет, он успевает как-то, блин, их на фул отхилить. Ну, я это не пройду уже, понятно, за три попытки, вот то, что у меня было. Но если бы мне дали хотя бы одного из них убить, то я бы прошёл, но... Как видите, грёбанное кровотечение всё портит всегда. Там нужно, блин, в эти тайминги дурацкие укладываться. Иди сюда, свинья. Так. Я использую заранее первый спецприём, потому что сейчас пойдёт урон от кровотока. И я не хочу, чтобы она ещё раз успела смениться. Сразу её добьём, чтобы эта сволочь больше не выпендривалась. Всё, теперь её пассивка не будет работать. Господи, что за урон, Дипи, это просто же жесть. Ну ладно, чё. Но они не будут хилиться уже, это хотя бы меня радует. Может быть, даже я за три попытки и пройду. Маленькая вероятность этого, конечно. Ну конечно, бруталити, ну блин, ну твою мать, Шоукан! Вот ты свинья, конечно. Просто взял, сменился во время оглушения Синдул. Такой, о-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Использую второй спецприём. Скотина. На, получай. Так. А у меня ещё ослепление откуда-то появилось. Грёбаный молот! Грёбаный молот просто, а! На, получай. Ну конечно, конечно же твой удар, он, первее будет проводиться, чем мой. Кто бы сомневался. Так, пошёл второй. Грёбаный ещё кроботок бесит. Так, пошёл второй спецприём на Шоукана, соответственно. До свидания. Ну как до свидания? Мы ему лишь немного здоровья снесли. Придётся с Абзиро в основном сражаться, потому что, ну... У него больше здоровья, чем у Джейд. Ну конечно, у тебя есть пробой блока. Кто бы сомневался, братан? Конечно, он меняется. О, попал. Хорошо. Блин, попал? Попал крэшингом. Хорошо. Ну и давайте ещё второй спецприём проюзаем на... грёбаную Синдал. О, нормально дэмэджи залетело. Смертельный удар. В принципе, все шансы пройти за три попытки есть. Но я, конечно, факапил в первом бою жёстко. Но это опять же из-за грёбаного пассивного эффекта вот этого кровотечения. Шансы есть. Главное сейчас в самом начале не слить Скорпиона, а также тупо от Шаукана и убить Синдал буквально с одного-двух спецприёмов, тогда мы выиграем. То есть, главное, быстро разобраться с Синдалом до того, как Шаукан получит второй спецприём. С первым он уже ничего особо не сделает. Если он первый использует даже, да, и попадёт вне блока, он потратит силу и не сможет уже накопить на второй спецприём. Мы будем его истощать там, накидывать всякую гадость на него и так далее. Главное просто по-бырому Синдалу разобраться. Вот это самая основная наша проблема. Это Синдал. С своими дурацкими оглушениями и пассивкой. Да задолбал, у меня ещё оглушение на мне каждый раз работает. Да ты задрала? Сколько можно-то? О, он первый решил заюзать. Понимаю. Придётся мне самому первый юзать, чтобы он не стал меня атаковать сейчас. Ну всё, Шаукана мы поймали. Теперь мы его не выпустим. Будем его избивать постоянно. Пока не убьём. А Синду уже добьём там за Саб-Зиро, за Джейд. Кровоток, кстати, не накладывался долго. Вот сейчас сработало, окей. Блин, грёбанное пробивание щита. Так, ну по-моему мы проходим, да? То есть она сейчас не отражает ничего, мы её добиваем. Блин, грёбанное ослепление. Это, видимо, снаряд какое-то ослепление даёт, которое на Синдал стоит. Я правда не знаю, какая. Блин, мог её сейчас убить через Бруталити. Но долбанное ослепление. Но здесь иммунитет, извини уж. Здесь уж иммунитет. Может, я её сейчас добью? Почти. Всё, до свидания. Справился за три, мог за две пройти. Реально, можно было пройти за две. Но если бы у меня не сфакапилось вот это восстановление здоровья китаны, я просто и китане, и шаукану снёс всё здоровье за первую попытку практически, они просто с нуля его отхилили. Ну, конечно, конечно же, алмазка, которая у меня уже десятого слияния. Ну, кто бы сомневался, что мне дропнется какая-то положительная награда. Всегда, когда я записываю, мне падает, блин, алмазка десятого слияния. Понимаю. Понимаю. Ну, ладно, хотя бы сотку мы первую прошли. Это уже неплохо. Будем продвигаться дальше. Вот теперь, видите, уже снаряга на персах стоит, начиная с 101-го боя. Башенная снаряга. И, скорее всего, там будет вот эти плащи дебильные, да? Ну, в начале нет, в начале будут такие более простенькие карты, но скоро будут плащи, так что ждите. На этом буду пока заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, и мы ещё увидимся. Пока-пока.